МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Север Новости. С вами я, Иван Никонов. Сегодня в выпуске. В районе старого аэропорта продолжаются работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Как уберечь свои средства и не стать жертвой мошенников, расскажем в нашей программе вместе с сотрудниками полиции и Сбербанка. Бойцы окружного строительного отряда Заполярье сегодня утром вернулись из Ямала-Ненецкого автономного округа. В рейд по неблагополучным семьям Наринмара вместе с комиссией по делам несовершеннолетних отправилась наша съемочная группа. Будут ли дети горе-родителей готовы к школе? В районе старого аэропорта продолжаются работы по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Участки, где в настоящее время идет отсыпка, предназначены для одной из социальных категорий населения – многодетные семьи. Работу курирует департамент строительства, ЖКХ и энергетики и транспорта Ненецкого округа. Вы имеете в виду, что здесь есть дамба, которую частично надо восстанавливать? Раз, раз. И ваши участки ниже от мерзии. Куратор работ, руководитель департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Валентина Саутина провела выездное совещание в районе старого аэропорта по вопросам исполнения госконтракта по формированию земельных участков для многодетных семей с участием представителям заказчика, подрядной организации и самих семей. В рамках исполнения мероприятий государственной социальной политики по улучшению качества жизни многодетных семей во всех регионах страны им выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. В Наринмаре в районе старого аэропорта еще в 2012 году многодетным горожанам было выделено администрацией города 84 таких участка. Однако мало выделить землю. Участок должен быть сформирован под будущее строительство. Для начала необходимо произвести его отсыпку песком до определенного уровня. И вот здесь работа, по сути, встала на целых пять лет. Когда стало понятно, что участки под строительство муниципалитет не подготовил, ответственность за нарушение этого значимого вопроса взяли на себя окружные власти. В бюджете Ненинского округа были выделены средства на выполнение данных работ. И по итогам торгов летом 2018 года определен подрядчик. Общество с ограниченной ответственностью Наринмар Строинвест. В настоящее время подрядчик продолжает завозить на участки песок и уплотнять ранее отсыпанные участки до проектной отметки. Но темпы работ не устраивают куратора проекта. Более того, подрядчик часто не выполняет законных требований заказчика. В ходе работ было выполнено снятие растительного слоя на большую, чем положенную глубину. Подрядчику поручено все провести в соответствии, а заказчику составить соответствующие акты и документы, подтверждающие нарушения. Для завершения всех работ по контракту предстоит пересадить порядка 30 зеленых насаждений. Пересадить эти деревья без повреждений, так скажем. Их пересадка будет производиться с использованием новой машины, приобретенной муниципальным учреждением «Чистый город» в июле. Установленное на ней оборудование позволит транспортировать взрослые деревья вместе с грунтом и не тронутой корневой системой к месту высадки. В ходе выездного совещания подрядчику поручили связаться с организацией и уточнить, когда оборудование доставят в Наринмар. Также на участке во время отсыпки предстоит выполнить подъем линий электропередач. С электростанции отсудили, каким образом с этой проблемой больницы? Здесь воздействие на два вопроса. Здесь нужна смета, и они эту линию полностью отключают. Важно, чтобы вы ее смонтировали, пока мороз не мешает. Да, за четыре дня нам нужно, чтобы снять их, и мы сразу начнем отсыпку. Подрядчику даны рекомендации, как делать отсыпку, чтобы опоры не ушли в грунт. Следующим этапом работ станет газификация участков и подключение коммуникаций. Напомню, контракт на выполнение вертикальной планировки земельных участков для многодетных семей в районе улицы Авиаторов заключен между Централизованным стройзаказчиком и Обществом Наринмарстроинвест. Его стоимость составляет более 209 миллионов рублей. В Ненинском округе предприятия молочного животноводства получают серьезную поддержку из окружного бюджета, регулярно обеспечивая население региона свежей молочной продукцией. На прилавках в магазинах Наринмара всегда свежие молочные продукты Ненинской агропромышленной компании, которые пользуются спросом у местного населения, отдающего предпочтение продукции окружных сельхозпроизводителей. Производство молока и молочных продуктов на Крайнем Севере затратное. Без государственной поддержки здесь не обойтись. И такая поддержка из окружного бюджета оказывается регулярно хозяйством региона. За первое полугодие текущего года воловой надой молока в округе составил более 1700 тонн. Более половины общего удоя по региону обеспечили фермы акционерного общества Ненинская агропромышленная компания. Предприятие является самым крупным животноводческим хозяйством региона и регулярно показывает рост производственных показателей. Росту показателей производства молока в округе способствует поддержка хозяйств из окружного бюджета. Господдержка животноводам выделяется в качестве субсидий на каждый килограмм молока, которое было реализовано или отгружено в собственную переработку. Помогая аграриям, власти региона способствуют аккумулированию собственных финансовых ресурсов предприятий для производственной модернизации и строительства новых объектов, обеспечивая их стабильность. Будем говорить так, предприятие живое, у нас нет задолженности ни по заработной плате, ни по налогам. Нужно сказать спасибо губернатору, администрации, что в этом году с мая месяца увеличили дотации на молоко. Поэтому мы летний период проходим спокойно. Мы закончили уже заготовку кормок, так что коровы будут обеспечены кормами, все будет нормально, молоко будет. В ходе первой рабочей встречи в преддверии нового парламентского сезона руководители региона Александр Цибульский и Александр Лутовинов обсудили возможность продления сезонного срока действия субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Ее размер перед сенокосной страдой был увеличен до 85 рублей на килограмм молока базисной жирности. Сельхозпроизводители региона получают ее с 1 мая по 31 августа, в период проведения кормозаготовительной кампании. Эта мера господдержки направлена на снижение затрат хозяйств на проведение кормозаготовительной кампании. Сенокосные работы, закупка и заготовка комбикормов, их упаковка. Если у нас будет такая возможность, я полагаю, что было бы неплохо изыскать дополнительные средства, чтобы продлить дотации на сельхозпродукцию, на молоко, для того, чтобы мы могли поддержать наших сельхозпроизводителей. Как отметил глава региона, повышение дотации на период кормозаготовительной кампании положительно влияет на работу сельхозпредприятий. Конечно, у нас во многих селах вот эти СПК являются такими, по сути, образующими предприятиями, на которых здесь небольшое количество людей работают. Ну и плюс это, в общем, неплохой вклад, в том числе в наши продовольственные обязанности. Я предлагаю сейчас, я несомненно, если вы с такой инициативой выйдете, ее поддержу, предлагаю предложить принять это решение до конца года, для того, чтобы мы имели чуть более длительный период для анализа реального влияния вот этой меры на развитие сельских территорий нашего округа. Александра Литкова, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Хотел приобрести снегоход, а остался без техники и денег. Житель Наринмара перевел мошенникам более 600 тысяч рублей. Несмотря на регулярные предупреждения, такие случаи происходят все чаще. В летний период в Ненецком округе зафиксировано сразу несколько случаев мошенничества с банковскими картами и продажей товаров в интернете. Как уберечь свои средства и не стать жертвой мошенников, расскажем в следующем сюжете. Одна из самых распространенных схем мошенничества с банковскими картами выглядит так. Вам звонят из банка, представляются работникам службы безопасности и сообщают, что с вашего счета произведен несанкционированный денежный перевод. И предлагают решить проблему по телефону. На такую уловку и попалась жительница Наринмара Светлана. Пошла, как он сказал, банк, сняла со своей карты 165 тысяч рублей. Все это время я разговаривала с ним по телефону. Потом он сказал, чтобы деньги сохранились, нужно их положить на счет в Яндекс кошельке. А на следующий день я получу новую карту, и эта сумма будет уже на ней. Я так и сделала. Не менее распространенной схемой обмана являются фиктивные интернет-магазины или сайты-двойники реально существующих торговых брендов. Мошенничают и, так сказать, частники, граждане, которые якобы продают какой-либо товар. Так житель Наринмара Евгений по собственной воле остался без денег и снегохода, на который успел оформить кредит. При покупке в интернет-магазине его не смутило то, что деньги нужно перевезти до отгрузки товара. Мэй решил купить снегоход. В интернете наткнулся на выгодное предложение от компании «Фаст Моторс». Сразу же позвонил туда. Мне сказали, что доставят технику бесплатно. Отзывы были только положительные, поэтому я в июне все-таки решился и взял кредит в банке покупку данного снегохода. После подписания электронного договора при помощи сбербанка онлайн я перевел в «Фаст Моторс» 670 тысяч рублей. Позвонил туда, мне сказали, что деньги поступили, и со мной свяжутся за два дня до отгрузки техники Наринмария. Через месяц мне пришло сообщение, что товар отгружен. Я стал звонить продавцом, но никто мне больше не отвечал. Как потом выяснилось, никакой компании «Фаст Моторс» по указанному на сайте адресу нет. Евгений понял, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию. По данным фактам, следователям следственного отдела управления МВД России по Нейскому автономному округу возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших деяния. По словам специалистов, 90% мошеннических операций с банковскими картами происходит только потому, что люди не знают, как правильно поступить. При покупке товаров и услуг в сети интернет необходимо заходить только на проверенные сайты в интернете. Никаким образом не рекомендуем осуществлять денежные средства с банковских карт в пользу физических лиц, которые торгуют товарами или услугами, так как это является часто мошенническими действиями. При этом банк прилагает все усилия, чтобы сохранить денежные средства клиентов. Но мошенники тоже не сидят сложа руки и придумывают новые схемы электронных краж. Специалисты напоминают, сотрудники банков никогда не звонят клиентам для уточнения какой-либо информации. При возникновении каких-либо сомнений можно обратиться в колл-центр по телефону с обратной стороны банковской карты и уточнить при любых подозрениях. Никаких там движений и так далее, денежных средств, пин-кодов и так далее наши сотрудники не спрашивают. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, шанс вернуть деньги есть. Если человек обращается в свой банк в течение суток и выясняется, что он к переводу средств не причастен, то банк возвращает деньги в полном объеме, а после уже начинает расследование. Другое дело, если человек сам сообщил злоумышленникам логин, пароль и кодовое слово. В этом случае банк сам решает, возвращать деньги или нет. Иван Никонов, Александр Литков, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Бойцы окружного строительного отряда «Заполярье» сегодня утром вернулись из Ямала-Ненецкого округа. 12 студентов среднеспециальных учебных заведений нашего региона работали на одном из самых крупных строящихся объектов топливно-энергетического комплекса «Ямала». Вернувшись на родную землю, начинающие строители поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом Любовью Пермяковой. Работа мне нравилась. Сложно было порой. И, как сказать, такой вот проект, который... Я думаю, что такие проекты, скорее всего, нужны, да, чтобы так, как много студентов нуждается в работе. Смотри, денежки заработал, а куда планируешь потратить? Это коммерческая тайна. Коммерческая тайна? Я учусь на коммерсанта по профессии, и поэтому так. Дмитрий Сидей и еще 11 ребят, участников строительного отряда «Заполярье» сегодня утренним рейсом прибыли на родину. За плечами у них почти два месяца работы на одном из самых крупных строящихся объектов топливно-энергетического комплекса в Новом Уренгое. Мы в КР строили, стояли бочки с топливом, мы безопасность за них строили. Поездка мне понравилась, работа, посмотрю, как люди работают в таких сложных условиях, в ситуациях, и сам почувствовал на себе это все. Всего в совместном проекте Ямала-Ненецкого и Ненецкого автономного округа приняли участие 20 человек. 12 ребят из нашего округа и 8 студентов Ямала. Инициатором создания строя отряда «Заполярье» выступил представитель партии «Единая Россия» Анатолий Панфилов. Проект был осуществлен при финансовой поддержке акционерного общества «Трест Кокса Химмонтаж». В основе была работа на топливно-энергетическом комплексе, на объектах топливно-энергетического комплекса Ямала-Ненецкого автономного округа. Под патронажем компании «Трест Кокса Химмонтаж» и Фуфаева Сергея Валентиновича непосредственно. И под протекцией губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа Цибульского Александра Витальевича. И губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Артюкова. В течение 45 дней студенты получали серьезный опыт работы на производстве. Они были полностью обеспечены питанием и проживанием. Также им был оплачен проезд к месту работы и обратно. Некоторые из ребят признаются, что раньше никогда не выезжали за пределы региона. Большинство из них – сельские жители, которые в настоящее время учатся в окружном центре в средних специальных учебных заведениях. Проект будет дальше продолжаться? Да, конечно. Это наш пилотный проект. В следующем году мы будем расширять географию, будем привлекать другие регионы. Проект получил поддержку губернатора Няницкого округа и регионального собрания депутатов. Все довольны, заработали денег, получили опыт. И этот проект – это очень такой важный, интересный опыт межрегионального сотрудничества, о котором говорил губернатор. Для всех участников проекта это была первая студенческая стройка. Но, как говорят сами ребята, не последняя. В следующем году юноши планируют вновь вступить в ряды заполярного отряда. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре прошла очередная оперативно-профилактическая операция «Семья», в ходе которой были проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие на учете. В рейде по неблагополучным семьям участвовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, а также социальные работники и представители общественного совета при управлении внутренних дел. Во время рейда были установлены родители, употребляющие алкоголь и не исполняющие свои родительские обязанности. Очередной рейд по неблагополучным семьям комиссия по делам несовершеннолетних провела с целью проверки нескольких семей, находящихся в социально опасном положении. Проверяли подготовку детей к новому учебному году. По итогам проведенного рейда четыре семьи написали заявление в комплексный центр социального обслуживания населения о выделении помощи для подготовки детей к школе. Кроме того, в ходе рейда каждой семье вручили памятки с правилами дорожного движения. Накануне нового учебного года хотелось бы напомнить еще раз родителям о том, что дети скоро пойдут в школу, им необходимо, наверное, соблюдать правила дорожного движения, чтобы было меньше травматизма на дорогах. В целях профилактики перед началом учебного года органами ГИБВД была разработана памятка, которая сегодня вручалась родителям детей, которые пойдут скоро в школу. Всего в ходе рейда было проинспектировано 36 семей, находящихся в социально опасном положении. Выявлено четыре административных правонарушения. В трех случаях взрослые употребляли алкоголь в присутствии своих малолетних детей. Еще одна родительница оставила детей дома одних, а сама отправилась в гости. Все горе-родители привлечены к административной ответственности со штрафом от 100 до 500 рублей. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». В конно-спортивном клубе «Фортуна» новое пополнение. Родился жеребенок. Новорожденную назвали необычным именем – Боловница. В числе первых, кто смог увидеть ее, стала наша съемочная группа. Боловница. Назвали так. Всегда осторожнее. Лежит, расслабляется. Как у тетки. Не похоже ни на маму, ни на папу. Носочки белые. И такой, на длинных ногах. Смешно. Неожиданную находку в виде жеребенка ранним утром обнаружил коневод клуба «Фортуна» Максим Скляр. Зашел с утра в конюшню и уже вижу, что бегает. Роды сама приняла. Ну как это? И сделал все без мешочек своего человека. Кстати, новорожденная Боловница благородных кровей. Папа – русский рысак. Мама – красавица Балтика чистокровной орловской породы. Ее из клуба выкупили. Она уже как на списании была. Катала детей. Тоже в городе Сыктывкаре, кажется. Не знаю. Выкупили сюда. И живет в удовольствии. Работы много у нее нет. Кстати, несмотря на то, что Балтика находится на списании, она отлично выглядит. Очень любит сниматься в наших художественных программах. Кроме актрисы, она уже попробовала себя в качестве модели. Орловская красавица принимает участие в фотосессиях. Пока молодая мама Балтика на заслуженном отдыхе, декретном отпуске, усиленном питании. Ее законный супруг Валковер, или как его ласково называют ветер, активно работает. Принимает участие в проекте по ипотерапии и тоже занимается актерской карьерой. Ветер. Подожди, подожди. А, чувствует, когда можно. Балавницей же ребенка назвали не случайно. От своего отца она унаследовала непоседливый характер и горячий нрав. А от мамы – благородную красоту. Кстати, сюрприз фортуне преподнесли не только лошади, как говорится, подфартила и другим обитателям клуба. Буквально три дня назад пополнение случилось и в семье кроликов, которые прибыли в Нинецкий округ из столицы. Как оказалось, здесь они чувствуют себя более комфортно, чем в Москве. И этому доказательством многочисленное потомство за год пребывания. В конно-спортивном клубе «Фортуна» они пополнили свое семейство на 40 вот таких красивых и здоровых крольчат. В общем, большая дружная семья клуба благополучно растет и размножается, благодаря хорошему уходу ее сотрудников, заботе окружных и городских властей и, конечно, неравнодушным гражданам, которые каждый день приносят любимые лакомства. Более чем для 30 таких разных, но одинаково любимых жителей «Фортуны». Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.